Добрый день! Меня зовут Елена Стенькина. Я аккординистка, педагог, аранжировщик. Если вам хочется узнать больше информации обо мне, вы можете посмотреть на официальном сайте Golden Time Talent во вкладке «Жюри». Хочу выразить большую благодарность организаторам этого конкурса за то, что они третий раз меня уже зовут быть членом жюри в замечательном конкурсе, который предлагает большие возможности другим артистам быть замеченными. И я думаю, что это большая честь быть в жюри и даже быть участником такого конкурса, как Golden Time Talent. Хочу поздравить всех с окончанием 61 сезона. И также хочу сказать, что 61 сезон довольно насыщенный и очень много было конкурсантов. А для меня, как для члена жюри, он был наиболее сложным, потому что я пока нигде не видела такое большое скопление талантливых людей. И это очень сложно их оценивать, потому что передо мной были не просто талантливые люди, а очень много было именно профессионалов в своем деле, людей, которые уже имеют какие-то звания, которые выступают на ТВ-шоу, которые уже подписали контракты с какими-то крупными лейблами или компаниями. То есть это уже профессиональные артисты, которые работают в своей области и которые, естественно, хороши в своем деле. Поэтому для меня я считаю, что они все достойны Гран-при. И я не удивлюсь, если в этом сезоне Гран-при будет штук пять. Потому что это нереально просто выбрать между, допустим, певицей, которая везде работает уже и на ТВ-шоу, и ездит по контрактам, и, допустим, композиторам, да, которые тоже пишут саундтреки для радио, который там с Голливудом работает, да, или, допустим, музыкантам, которые тоже спектакли свои ставят. Опять же, музыканты бывают разные, бывают ударники, бывают разные музыканты. Поэтому я совершенно не знаю, как их можно определить, кто из них лучше, а кто хуже, потому что они в своей нише, в своей сфере уже добились очень многого. И просто я думаю, что в этом сезоне будет, наверное, пять человек, кто Гран-при возьмет. Я не удивлюсь. Хочу засчитать имена конкурсантов, которые, на мой взгляд, самые одаренные и больше всех мне понравились. Это моё личное мнение, вот, и список большой. Вот, если я неправильно почитаю чью-то имя, фамилию, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Итак, конкурсанты, которые понравились мне больше всего. Ольга Болотаева, София Чокина, Мария Винокурова, Олена Каратеева, Мария Панченко, Юлия Брайловская, Бажена Вознюк, Натали Сафарян, Евгениус Бурса Нидис. Простите, если не туда ударение поставила. Михаил Бутман, Сергей Бачинин, он же Бибач, Драгомил Мирчёв, Рухин Исмаилов, Лука Кремнев, Терещенко Виктория Зеленская, Светлана, Татьяна Холменко, Касим Калиева, Айя София, Акер Ки Али, Песим Бахти Яр. Опять же, хочу поздравить всех с окончанием всего первого сезона. И несмотря на результаты, я считаю, что все ученики очень талантливые. Простите, не ученики, а участники очень талантливые и заслуживают хороших оценок. И если в этом конкурсе вы заняли какое-то место, которое вы не очень хотели, то знайте, что этот сезон был, наверное, самый сложный сезон и самый насыщенный по количеству профессионалов, который был на протяжении полгода этого точно. И очень много было участников, все талантливые. И обязательно вам повезет в следующий раз. Или уже повезло. Всех поздравляю, кому уже повезло. А тем, кому не повезло, повезет, значит, в будущем. Желаю всем успехов, хорошего дня, настроения и мира над головой.